Внимание проверяющих первым делом привлекли новостройки по улице строителей. Вокруг них мусор, заросли, отсутствие места для парковки и для прогулок. А ведь эти дома уже сданы, и не только что, а два года назад. Теперь застройщика обяжут привезти прилегающую территорию в надлежащий вид. Впрочем, это не единственный пробел в благоустройстве отдаленного района. В ходе выездного совещания Александр Козлов пообщался с местными жителями и из первых уст узнал их чаяния. Десять лет живу, здесь ни одного фонаря ни разу не было. Помечайте, пожалуйста. Да. Хорошо. На остановке на бывшем был фонарь, и все. А дальше вечером идешь, и это самое, ни одного фонаря. Желание закономерное, и по мере возможности оно будет исполнено. Но в первую очередь администрация намерена провести здесь другую, не менее важную работу. Опять-таки, по просьбам жителей. Больше всего, конечно, волнует то, что нет тротуара. Не пройдет месяц, а детям идти в школу. У меня маленький ребенок. И мы просто не представляем при таком движении машин, как можно ходить без тротуара. По дороге, которая неблагоустроенная. И особенно, если пойдет дождь, то вообще пройти нигде невозможно. Улица строителей сегодня настолько оправдывает свое название, что жить на ней действительно непросто. Стройки повсюду. И тем, чьи дома уже готовы, это доставляет немало сложностей. Сегодня пройти вдоль улицы строителей можно только по проезжей части. Это и опасно, и пыльно. А пешеходные дорожки тут, в принципе, отсутствуют. Но уже на этой неделе, после визита исполняющего обязанности главы администрации города, на это место зашли строители. И в течение пары недель здесь появится тротуар. От улицы Муравьева-Амурского, а на метрах в двухстах у меня за спиной, до остановки Северный микрорайон. Деньги на это есть. Их сэкономили при проведении аукционов по укладке тротуаров в других частях города. Еще одна проблема, которую отметил в ходе объезда Александр Козлов, несоблюдение строителями норм безопасности. Всем нарушителям выданы предписания, за исполнением которых в администрации жестко проследят. Сейчас параллельно наблюдаем пейзажи лунного ландшафта, вырытые из канавы. Не дай бог, кто-то из них туда нырнет, да? Да. Все, он не должен туда нырнуть. Это район строящийся. Здесь у нас осваивалась программа обеспечения жильем военных. Два дома пятиэтажных построили. Сейчас дом для подтопленцев строится. Для дома переселения из аварийного жилья. Десять домов в этом году должны сдаться. Перспективы у северного района большие, отметил городоначальник. А значит и планы по его благоустройству тоже.